Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, и это подкаст «Закат империи». Я рассказываю поразительные истории о событиях начала 20 века и о людях, которые жили тогда. Революция, секс, наркотики и панк-рок в царской России. Я знаю, что вам всем очень хочется перейти к сегодняшнему выпуску, но у меня парочка просто с ног сшибательных новостей. Не знаю даже, с какой начать. Ладно, начну вот с этой. Подкаст «Закат империи» вошел в короткий список премий, сделанных в России от издания «СНОП». И это просто невероятно круто. В моей номинации «Новые медиа» шесть номинантов. Вместе со мной Алексей Пивоваров с проектом «Редакция», Ксения Собчак, проект от канала Мэш. И более того, за бортом, не вошедший в короткий список, оказались, например, Леонид Парфенов с проектом «Намедни». И еще много знаменательных и важных проектов. В общем, это просто невероятно. И в первую очередь я хочу поблагодарить вас, потому что без вас, слушателей моих, этого бы не произошло. Спасибо вам за то, что рассказываете про подкаст, за то, что постите о нем в Фейсбуке, в Твиттере, не знаю, в Инстаграме. Это все невероятно круто, супер-супер круто. И кое в чем вы можете теперь мне и моему подкасту помочь. Дело в том, что сейчас на сайте премии проводится голосование. И вы можете прийти туда и проголосовать за подкаст «За Кат Империи». Я призываю вас это сделать. Более того, я вас призываю написать в своих соцсетях про подкасты, про этот конкурс и позвать голосовать своих друзей. Потому что очевидно, что у Ксении Собчак в Инстаграме гораздо больше подписчиков, чем у меня слушателей. Но мы не будем сдаваться, тем более, что результаты этого конкурса будут подсчитываться не только из количества проголосовавших людей на сайте. Короче, спасибо всем большое. Это очень круто. Ссылка на его голосование, конечно, будет в описании к этому выпуску. Вторая новость. Я постараюсь покороче. Ну, я знаю, что она долгожданная. У подкаста «За Кат Империи» появился Инстаграм. Ура! И я благодарю Лесю Бутенко, которая его ведет и которая помогает мне с СММ. Спасибо большое. Подписывайтесь на Инстаграм. Там и в ленте, и в сториз будет отдельный специальный Инстаграмный контент. И, конечно, там будут анонсы выпусков, новости и все прочие дела. Ссылка на Инстаграм тоже в описании. И я уже прямо очень хочу перейти к рассказу о самой известной, знаменательной поэтической тусовке Санкт-Петербурга. У нас сегодня будет множество героев, некоторых из которых мы уже встречали до этого. А некоторые еще в моем подкасте почему-то не появлялись. Но перед тем, как начать, я хочу вам еще посоветовать один подкаст. Да, появился новый исторический подкаст. Называется «При царе Горохе». Больше исторических подкастов богу исторических подкастов. Он совсем новый, там мало подписчиков, и он мне понравился. Вы можете его послушать. И почему я про него сейчас говорю? Потому что у него есть классный выпуск про поэтессу Черубину де Габриак. И события в этом выпуске будут происходить параллельно с событиями, которые я рассказываю сегодня. И несколько героев сегодняшних будут и в этом выпуске. Но самое интересное в том, что на самом деле Черубина де Габриак не существовала. И это мистификация. И это очень классная история. Короче, послушайте этот подкаст. И, наконец-то, все, я закончил. Мы переходим к сегодняшней истории. Что-то давно не было у нас поэтов и художников. И пора это исправлять. Сегодня и тех, и других будет множество. Потому что я буду рассказывать про культовое место. Про центральную богемную тусовку Петербурга. Говорили, что практически все современные поэты бывали там. Гумилев и Ахматова, Блок и Хлебников, Белый и Брюсов, Кузьмин и Волошин, Гиппиус и Мережковский. А еще Багст и Сомов, а еще Бердяев. И множество, множество, множество других. И речь пойдет о легендарной башне Вячеслава Иванова. Как и любое культовое тусовочное место, башня обросла невероятным количеством легенд. Про нее рассказывают кучу поразительных историй. И сегодня в основном я буду травить всяческие байки из башни, которых, если поискать по воспоминаниям, невероятное множество. Само по себе место тоже выглядело поразительно, соответствующее тому, что происходило внутри. На углу Тверской и Таврической улицы в Петербурге стоит пятиэтажный дом. И угол этого дома выходит на перекресток, и этот угол выглядит как башня. И эта башня выше остального здания. Получалось так, что верхний этаж башни, то есть шестой, имел окна во все стороны света. И оттуда открывался невероятный вид на весь Петербург. Можно было выйти на крыши. А само помещение, понятное дело, имело форму круга. Офигенно же, я бы пожил в такой квартире. И эта башня была разделена на три комнаты. И у каждой комнаты, понятно, были полукруглые стены. И вот в самый большой из них по средам собирались поэты, художники, философы, музыканты и вообще куча народу. Примерно к десяти вечера сюда приносили стулья со всей квартиры. Большой стол отодвигали к стене. На столе, который называли галеркой, тоже усаживались гости, которые обычно вели себя соответствующе. Ну, типа там свистели, кидались апельсиновыми корками выступающих. Это тоже была как бы часть традиции. То есть это такое место для хулиганов. Сама хозяйка салона, Лидия Зиновьева-Анибал, предпочитала стульям, ковры и подушки. Комната была задрапирована тканями. Свет обыкновенно притушен. И на полу во множестве валялись всякие подушки, на которых в разных позах возлежали и сидели гости. Сама Лидия Дмитриевна обыкновенно тоже была одета феерично. Она предпочитала носить древнегреческие хитоны и пеплумы, красные и белые. И она в них так и по городу могла ходить. И вот представьте полумрак. В канделябрах горят свечи, по стенам ходят тени. А в нише стоит рояль. И в комнату это набивалось невероятное количество народу. Иногда до 60-70 человек. Высокие и высоченные потолки с лепниной. Тусовались обычно до самого утра, когда солнце уже всходило над городом. А иногда и позже восходы задерживались. А некоторые задерживались и на несколько дней. А иные задерживались вообще на месяцы. Вот что говорили про башню. Бенуа. Центр, куда собирались все, которые собирались с созиданием чего-то нового. И те, кто жаждали делиться своими мечтами с подобными же искателями. Ахматова. Единственный настоящий салон, который мне довелось видеть. Именно здесь читались самые свежие и неопубликованные стихи. Здесь разрушались браки и создавались новые пары. Тут рождались целые литературные направления. Я не шучу. Вот, например, знаете, как появился акмиизм? А вот как. Хозяин квартиры Вячеслав Иванов. Очень любил Николая Гумилёва. Ну, его было за что любить. Поэт, путешественник. Гумилёв был без ума от Эфиопии. Он путешествовал по Африке. И вот после первого путешествия он, конечно, был приглашен на башню. И на нескольких средах подряд рассказывал о своих странствиях. И, может быть, кстати, и я о них когда-нибудь расскажу, если вам интересно. Пишите об этом мне. Читал свои стихи, конечно, про жирафа на острове Чат. Ну, и так далее. И отдельно, кстати, стоит заметить, как Гумилёв выглядел. На фоне символистов и декадентов, которые экспериментировали в одеяниях и в своих прическах, он держался подчеркнуто-чопорно. Одевался так циголочки. Ни на каких подушках на полу, конечно, он не сидел. Он сидел на стуле с прямой спиной. И сам Гумилёв иронизировал над символистами. И стихи Гумилёва тоже отличались от декадентских произведений. А башня была царством символистов. И там порой происходили прямо настоящие битвы. Так вот, однажды Гумилёв приходит в башню посреди ночи. В чёрном фраке, в цилиндре, в белых перчатках. Он занимает по обыкновению стул. И через некоторое время началась прям бойня. Хозяин квартиры Вячеслав Иванов, покраснев, яростно критиковал творчество и философию Гумилёва. А сам Гумилёв, знаете, он сидит такой, не отвечает ничего хозяину. И одной своей внешностью показывает, что он вообще думает об этих нападках. Ещё так улыбается иронически. В общем, Иванов с насмешкой предложил Гумилёву, вместо того, чтобы отвергать символизм, создать собственное направление в литературе. Давай, мол, если ты такой крутой, открой. Белый находился там же. И белому, шутя, поручили сочинить для Гумилёва платформу. Ну, Белый вообще, он на любую тему мог на 500 страниц разлиться, в общем, соловьём. Началось общее обсуждение, и кто-то в этот момент произнёс слово «акме», что на греческом значит, ну, что-то вроде высшая степень чего-либо. И Иванов заметил, что вот не мешало бы Гумилёву стать акмеистом. А Гумилёв с бессрастным видом заявил, вот и прекрасно, пусть и будет акмеизм. И акмеизм стал. А вот Анна Ахматова, которая тогда, кстати, сама посмеивалась над своим будущим мужем, потому что он выглядел, ну, реально странновато. Она была тогда совсем молоденькой, ей было около 20 лет, и она была, в общем, не очень известной тогда. Так вот, Анна развлекала гостей не стихотворным талантом в башне. Юная Ахматова была очень гибкой. И когда гости просили что-нибудь показать, Ахматова перегибалась через спину, дотягивалась до пола головой, и там пыталась схватить зубами спичку, которая была воткнута в коробок, а коробок лежал на полу. А первая жена Андрея Белого, Ася Тургенева, тоже выступала на башне, и тоже с цирковым как бы номером, и она стояла на голове. И происходило это так. Ася снимает со стриженных волос резинку с черными бусами. Кстати, стриженные волосы — это круто, это прямо очень по-модному, сильно отличается от всего, что происходит вокруг. Значит, вот она снимает резинку и надевает ее на ноги, чтобы прижать юбку к ногам, чтобы она не падала. Затем она встает на руки и легким движением поднимает ноги ввысь, и Белый подает ей зажженную сигарету. А Ася, значит, стоит кверх ногами под восхищенными взглядами публики и курит, и докуривает сигарету до конца. И Белый, кажется, восхищается больше вообще всех окружающих. Так, стоп, мне кажется, надо остановиться. Я уже, видите, прям сходу начал всякие байки травить. Надо немножко рассказать о том вообще, что это за место, что тогда происходило. Оно не было посвящено цирковым номерам, и типичная среда обычно проходила так. Значит, хозяин башни, Вячеслав Иванов, просыпался около двух часов дня. После завтрака он несколько часов работал у себя в кабинете, разбирал почту, делал корректуру, писал, редактировал. Обед подавали в семь часов вечера. Первые гости начинали приходить к десяти, и к полуночи обычно дом был уже полон. Пили чай с самовара, сидели вокруг длинного стола с закусками и сладостями. После чая обычно начинались доклады и прения всяческие. И часто председательствовал там философ Бердяев. Обсуждали там Ницше, его сверхчеловека, обсуждали Канта, Штайнера, Маркса, обсуждали Достоевского, обсуждали греческие мифы, средневековую историю. Часто говорили о христианстве и большей части говорили об антихристии. Конечно, поинтереснее, чем Христос. Ну, по крайней мере, для декадентов. Вот, например, что вспоминают об одном из таких диспутов. Это воспоминания филолога Богомолова. Цитирую. Председательствовал Бердяев, лежа на полу, потому что говорили о поле. Все вопросы нерешенные. У Иванова четыре пола. У Бердяева преодоление смерти не родом, семьей, а замкнутой личностью. Ремезов был за детей. У меня два пола и третий. То есть Бог сущий экстаз, создаваемый их слиянием. Никто ничего не узнал, но говорили долго. Однажды работавшая даже у Иванова кухарка поинтересовалась. А говорят-то они по-русски? И ей сказали, да, по-русски. И она добавила, странно, говорят по-русски, понять ничего нельзя. Интересно, кстати, что встречи на башне начались в 1905 году. И первые два года, 1905-1907, были самыми насыщенными, самыми легендарными. И в это время вообще-то происходит первая русская революция. Вот представьте, значит, вокруг бушуют страсти. Но башня находится вне времени. Там царит античность, средневековье, ну там идеальное будущее там царит. Политика на встречах вообще не обсуждается. Люди вокруг бегают с винтовками, с красными флагами, свергают власть. А поэты на уровне крыш. Точнее, даже, получается, выше уровня крыш. И они там создают новую реальность. Обсуждают горни и выси. И, конечно, это намного значительно и важнее, больше заслуживает внимания, чем какая-то политика, выборы в Госдуму, я не знаю. Итак, значит, вот к середине ночи, когда все уставали от диспутов и философских споров о глубинном смысле, там, не знаю, о литерации в произведениях Гёте, жена Вячеслава Иванова, Лидия Зиновьева-Аннибал, с развивающимися локонами и в таком макияже под Элиса Купера объявляла вторую часть вечера. И в этой части начинали выступать поэты. И выступали и молодые поэты, и заслуженные поэты, и мэтры, и никому неизвестные, и мужчины, и женщины. Все декламировали свои стихи. И надо сказать, что тогда, в начале 20 века, стихи и поэты было самым интересным, самым модным, самым крутым, что вообще может быть только на свете. Это сложно вообще с чем-то сравнить. Сегодня школьники выходят из подъезда и пытаются импровизировать репчик под биточек из джибельки, да? А тогда на топе была поэзия. Выходит множество журналов, посвященных поэзии. И у каждого поэтического направления ни один журнал, а несколько. Гимназисты и гимназистки заполняют стихами свои толстые тетради, одну за другой. Поэтам фактически может стать каждый. Поэты ездят по стране, выступают в маленьких кафе, в клубах. И на больших площадках они тоже выступают. Короче, ну если 30 лет назад все мечтали об электрогитаре и об эфире на MTV, сегодня мечтают о подписчиках на YouTube, то 120 лет назад мечтали, чтобы журнал «Весы», которым руководит Брюсов, напечатал их стихотворение. А сам Брюсов в это время со скрещенными руками сидит на ковре посередине комнаты с полугруглыми стелами и при свете свечей читает свои новые, никому еще неизвестные стихотворения. И Брюсов, между прочим, москвич, но по приезду в Питер, конечно, он всегда приходит к Иванову. И однажды Блок принес туда свою незнакомку. И это событие, кажется, вообще впечаталось в память просто всем, кто тогда присутствовал. Представьте себе, начинает светать. Иванов предлагает всем выйти из башни на крышу, чтобы встретить восход солнца. Гости, художники, поэты в странных одеяниях, кто-то в Тоге, может быть, или, не знаю, в Хитоне. Вот они все выбираются на свет, на крышу. На улице весна, неподалеку виден Таврический сад, и снизу уже появились первые прохожие. И тут Александр Блок взобрался на какое-то возвышение и начал читать. И все просто онемели. Чуковский вспоминал это вот так. В белую петербургскую ночь мы, художники, поэты, артисты, опьяненные стихами и вином, а стихами опьянялись тогда, как вином, вышли под белесое небо. И Блок, медлительный, внешне спокойный, молодой, загорелый, он всегда загорал уже ранней весной, взобрался на большую железную раму, соединявшую провода телефонов. И по нашей неотступной мольбе уже в третий, в четвертый раз прочитал эту бессмертную балладу своим сдержанным, глухим, монотонным, безвольным, трагическим голосом. И мы, впитывая в себя ее гениальную звукопись, уже заранее страдали, что сейчас ее очарование кончится. А нам хотелось, чтобы оно длилось часами. И вдруг, едва только он произнес последнее слово из таврического сада, который был тут же внизу, какой-то воздушной волной донеслось до нас многоголосое соловьиное пение. Иоганн Гюнтер, немецкий поэт, гостивший тогда его Иванова, тоже вспоминал этот момент. «Я думаю, то была премьера этого хрестоматийного теперь стихотворения. Все там было совершенно по-русски и в то же время с какой-то нерусской трансцендентностью, совершенно так, каков и сам святой и падший град Санкт-Петербург, это столица духов всего мира». В этот момент все присутствующие понимали, что они находятся в центре Вселенной. Самое важное происходит именно здесь, вот прямо сейчас. Если ты причастен к этому, то ты, ну я не знаю, чувствуешь себя как апостол, который пьет вино с Христом. Какая революция, какая Госдума вообще, о чем вы говорите? Ну, основная часть гостей башни, конечно, была молода и любила повеселиться. Дух башни приподнимал всех ввысь. Они и так парили как бы над городом, над крышами, но все были как будто еще наполнены эфиром или, я не знаю, гелием. Хотелось творить бессмысленные безумства. Один раз Анастасию Чеботаревскую, жену поэта Федора Сологуба, ни с того ни с сего начали носить на руках. То есть буквально. Михаил Кузьмин так записал это в дневнике. Перешли на французский, потом на итальянский, потом на английский. Чеботаревскую носили на руках и клали на колени. Мейерхольд ставил там свои театральные эксперименты. В одном из спектаклей, поставленных Мейерхольдом в башне, участвовали двое детей Швейцара, который работал в подъезде. К восторгу детей режиссер вымазал сажей их кисти и лица, нарядил в челмы балахоны, после чего они мало отличались от торопчат. Да, Мейерхольд не подозревал о том, что блэкфейс – это признак расизма. Помните, как в выпуске про Артура Лурье я вспоминал Ахматовскую поэму «Безгероя», которая описывает вообще всю жизнь богемы Серебряного века. И вот там в этой поэме есть такие строки. «Видишь, там за вьюгой крупчатой Мейерхольдовы арабчата Затевают опять в возню». И да, это именно про них. Однажды под музыку того же Кузьмина, который играл на рояле, Мейерхольд задумал создать слона. Передними ногами стал он сам. Заднюю часть пришлось исполнять молодому поэту Юрию Верховскому. На слода накидывают серую ткань, слон двигается под музыку, все вокруг радуются, «Ура!» Лидия Анибал, как вы помните, сама любила драпироваться в пепломы, в тоги. Так вот, у нее был большой сундук с тканями. Иногда гостям приходило в голову принарядиться, сундук потрошился, и гостей начинали нарожать в древних греков, в библейских пророков, накручивали челмы, подводили глаза. В общем, всеобщий торч творится. Даже сама башня появилась из сна. Дело было так. Вячеслав Иванов и его жена Лидия Зиновьева Анибал долгое время жили в Европе. В 1905 году они решили возвращаться в Россию, и в Швейцарии Лидии приснился такой сон. Цитирую из воспоминаний. Круглая комната посреди урна. Она с Вячеславом кидают в урну свитки, и вдруг пожар. Все горит. Они вынимают свитки из урны и бросают их вниз на землю, где их подхватывает сбежавшийся народ. По приезду в Петербург пара ищет квартиру и натыкается на башню. И Лидия такая «Это же та самая комната!» И вот что напишет в письме своей дочери. «Мы нашли удивительную квартиру. Из ее окон кажется, что живешь в самом парке, и расстилается весь город, и Нева, и Дали, и все стены в ней полукруглые. С 25 июля поселимся в ней. Единственная квартира во всем Петербурге. Что-то фантастическое и прекрасное». Так, давайте, наконец, я немножко посвящу времени хозяевам башни Вячеславу Иванову и Лидии Зиновьевой Аннибал. Я чувствую, вы уже заждались. Они оба уже в возрасте. Им около 40 лет. Иванов почти всю жизнь провел за границей. Отправился туда учиться еще в молодости. И в России, следующие 15 лет провел в Германии, Италии, и в Россию возвращаться как-то, типа, не очень хотел. И он, в результате, набрался просто колоссальных знаний. Знал в совершенстве несколько европейских языков, включая латынь, древнегреческий и древнееврейский. Иногда переходил с одного языка на другой и сам этого не замечал. Он изучал живопись, поэзию, философию. И, в общем, стал признанным знатоком и мэтром. Фауста знал наизусть. Он вообще разбирал поэзию до косточек. И видел в стихотворениях молодых поэтов такие мелочи, которые, говорят, иногда сами поэты предпочитали бы скрыть. Но его уважали, любили. И сам Иванов был таким, ну, добрым критиком. Он разбирал все до мелочей, но он был дружелюбен. Он не любил разногласий, не вел резких споров. Он всегда искал сближений, компромиссов. Любимого слова была соборность. И еще, говорят, он был мастером задавать вопросы. Ну, то есть так, чтобы это развивало дискуссию и приводило спорящих к ответам. И выглядел он так. Он уже был лысоват. У него при этом огромная ржеватая грива такая, волнистых волос. Светлая бородка и пенсне. И Блок так писал о нем. Он уже совсем перестает быть человеком и начинает походить на ангела. До такой степени все понимает и сияет большой внутренней и светлой силой. Он был женат. Он имел детей. Когда за границей встретился с Лидией Шварцалон. Они оба нашли друг в друге родственную душу. Оба сразу развелись. Причем Лидия к тому моменту тоже имела детей. Девичья фамилия Лидии Шварцалон Зиновьева. А подписывалась она Зиновьева Аннибал. Аннибал это ее фамилия по матери. А почему у нее такая фамилия? Потому что в ее жилах текла кровь. Да, Ганнибала, араба Петра Великого. И она его потомок, собственно говоря. И она имела смуглую кожу. У нее вились волосы. Семья ее была очень богатая. Брат ее вообще был губернатором московской губернии. Но она увлеклась народовольческими идеями. Уехала за границу и там жила долгое время. Итак, в общем, они подходили друг к другу как нельзя лучше. Лидия в своих хитонах. И Иванов с его пропагандой дионисийства. Иванов даже написал диссертацию на тему дионисийства. И это тоже одна из важных позиций Иванова как философа. Что такое дионисийство. Эту тему вообще развил Ницше в свое время. То есть Аполлон символизирует порядок, спокойствие, разум, умеренность, пропорциональность. И ему противостоит дионис. Бог вина, воплощение буйства, неукротимости природных энергий. В общем, панк-рока, наркотиков и секса. Дионис не признает никаких высших реальностей. Ему просто по кайфу быть прямо вот здесь, прямо вот сейчас. Он никакой меры не знает. Ему границы и пределы неведомы. И вот, значит, Вячеслав Иванов с Лидией раздвигали границы и пределы, в том числе и формата как бы семейной жизни своей. Периодически извлекали к себе, как бы сказать, новых участников в свою семью. Сначала Лидия положила глаз на молодого поэта Сергея Городецкого. Он был красив, моложе их обоих на 20 лет. Впрочем, как вспоминал сам Иванов, Сергей, цитирую, перенервничал и в самый нужный момент уснул. Тем не менее, Сергей Городецкий довольно продолжительное время жил в башне и даже издавал одно время домашний рукописный еженедельный журнал с главными новостями за неделю, с рисунками, с карикатурами домочадцев и говорили, что у Сергея Городецкого и у самого Вячеслава Иванова отношения в том числе. Следующим стал Михаил Кузьмин. Вы, кстати, видели когда-нибудь фотографии Кузьмина? Вы вот сейчас в интернете просто загуглите. У него просто невероятная какая-то внешность. Она даже немножко пугающая, честно говоря. Но с Кузьминым, в общем, ничего не вышло тоже, потому что тот был убежденным гомосексуалом. Жизнь у него была безалаберная, и Ивановы дали ему приют. Я забыл сказать, кстати, что через некоторое время четырех комнат стало не хватать, и они сняли еще одну квартиру по соседству. И вот одну из комнат занял Кузьмин и жил там с 1908 по 1912 год. И еще некоторые комнаты иногда занимали другие люди. И, значит, вот в комнаты Кузьмина и этой квартиры шла отдельная лестница. Кузьмин часто уходил, пропадал на несколько дней, кутил. Возвращался потом с синяками под глазами. Притихший такой, смущенный. Ну, домашние его, конечно, прощали, и все начиналось по-новой. А следующий, кто попал в сети к Вячеславу Иванову и Лидии, стала жена Максимилиана Волошина, Маргарита Собашникова. Она восхищалась Вячеславом Ивановым и заметила, что тот ее тоже полюбил. Ну, не в смысле просто полюбил, а в смысле вот прям полюбил совсем. И тогда, когда Маргарита поняла это, она подошла к Лидии Анибал и обо всем ей рассказала. И сказала, что не может встать между ними, и поэтому она уйдет и никогда не вернется. А Лидия на это сказала, что они с Вячеславом Ивановым составляют как бы одно единое целое. И если Вячеслав полюбил Маргариту, то, стало быть, и она тоже ее любит, и теперь им надо всем жить втроем. Ну, классно же. И тут Маргарита сказала, ну, типа, я вообще-то замужем, как насчет Макса? Ну, на это Лидия ответила, что надо выбирать, конечно, либо мистический тройственный союз с ней и с Вячеславом Ивановым, либо поэт Максимилиан Волошин. И у Маргариты это как-то не складывалось немного в голове. Типа, ну, если вы вдвоем единое целое, то почему мы с Максом не единое целое? Почему я должна ради вас бросить Макса? Ну, короче, что-то странное, но тем не менее, конечно, Лидия и Вячеслав убедили Маргариту Собашникову, она жила там полгода, как минимум, потом несколько раз еще возвращалась. В общем, там, как вы поняли, случались, конечно, прям странные истории, и самую странную историю я приберегу под самый конец. Но вот вам еще одна. Однажды на башню пришла писательница Надежда Санжарь, и не просто так, а с целью. И она хотела, внимание, зачать сверхчеловека. От кого? Ну, понятное дело, нужно зачать его от какого-то гения. Где все гении? Гении вот на башне у Вячеслава Иванова тусуются. Причем Санжарь была замужем и советовалась с мужем о том, кто из гениев наиболее достоин выбора, и насколько вероятно будет родить сверхчеловека именно вот от этого человека. И она ходила с этой идеей к нескольким знаменитым поэтам. К Андрееву, к Брюсову. Наконец вот пришла в башню к знаменитейшему Вячеславу Иванову. И он-то уж, конечно, больше всех походил на отца будущего сверхчеловека. К сожалению, ее порыв не оценила Лидия Дмитриевна. И она почему-то забыла свои идеи о трансформации традиционного брака, кинула в нее керосиновой лампой, и из-за этого квартира три дня пахла керосином. Намерения Санджарь не оставалось втайне, и все с большим удовольствием это обсуждали. Но, может быть, кроме тех, кому она подкатывала с этой идеей. И вот однажды даже блог Менделеева и Сомов отправили на башню телеграмму с такими словами «Дан ли зародыш? Не скупитесь!» Слушайте, там, на самом деле, столько офигительных историй. Все, конечно, не рассказать. Я для вас повыбирал саму мякотку. Вот однажды на одну из сред отправились как-то Иван Бунин с другом-литератором Александром Федоровым. Как вы, может быть, знаете, Бунин далеко не декадент. И к тому же обладал еще довольно едким характером. И что было? Значит, по дороге на извозчике они вместе с Федоровым сочинили намеренно такое нелепое стихотворение стихотворение в символистском, декадентском стиле таком. Придумывали каждый по очереди по строчке. Затем они явились на вечер и сказали, «Вы знаете, мы тут прочли новое какое-то модное стихотворение, ничего в нем не поняли. И вот, может, тут есть специалисты наверняка, может, они нам объяснят, в чем его суть. И прочитали вот эти свои вирши, написанные на коленке». Профессор литературы Анечков вскочил со своего места и сказал, «Да что же тут непонятного?» И разобрал это стихотворение со всем его глуминным смыслом, неочевидными аллюзиями и вот со всеми этими делами. И в какой-то момент Бунин не выдержал и прервал в восторге критика, сказав сквозь смех, возможно, что это они вдвоем по дороге на самом деле сочинили. И Анечка в запальчивости закричал, тут я цитирую воспоминания, «Вы сами не понимаете, что сотворили, это гениально! Но позвольте!» Смеясь, возразил Федоров. «Я понимаю, если бы один из нас создал их, то можно было бы говорить о гениальности автора, но ведь мы же вдвоем по очереди выдумывали эти бессмысленные строчки». И тут, конечно, поднялся шум, хохот, гвалт, и дело даже чуть не дошло до дуэли между Анечковым и Бунином. Но в конце концов, слава богу, все уладилось. Как вы помните, на башне обсуждали не только поэзию, много говорили о философии, метафизике, об антихристе. Был там такой Георгий Чулков, который создал теорию мистического анархизма. Под влиянием идей Иванова он разработал свою теорию, она включала в себя борьбу с догматизмом в религии, философии, морали и поэтики, утверждение мистической личности в общественности, внутреннюю свободу личности, устремление к соборности. Помните, да, соборность? Это самое любимое слово Иванова. Ну, в общем, и так далее. И напоминаю, что в то время продолжается революция. И от таких идей полыхнуло у идейных анархистов и у разных революционеров, которые как бы профессионально занимаются этими делами и считают, что с разным поэтом и деканентом нечего лезть в вещи, в которых они ничего не смыслят. Короче, в газетах развернулась бурная полемика между последователями Бакунина и поэтами. И тут на башню обратило внимание, кто полиция. Так что это у нас за какие-то мистические анархисты собрались под носом за квартирой, а также за гостями этой квартиры было установлено наблюдение. И через некоторое время на столе Петербургского охранного отделения начали появляться такие рапорты. По дому номер 25 Таврической улицы 22 декабря 1905 года. Сведения. Таврическая улица, дом 25. В 2 часа 50 минут утра вышли пятером две барышни и трое мужчин, которые сели в карету номер 264, поехали на Саперный переулок, дом 10, в подъезд, где один мужчина остался в указанном доме, а те поехали на Васильевский остров, Средний проспект, дом 35, первый подъезд от седьмой линии, где были оставлены. Примет лиц ввиду ночного времени писать не можем. Варламов Бектаров. Охранному отделению, конечно, были более-менее известные революционеры, оппозиционеры, всякие политики, но тут полиция поставлена в тупик. Все гости этой странненькой квартиры неизвестны охранному отделению. Сыщики установят адреса, фамилии гостей, все эти фамилии ничего им не говорят. Ну то есть это либо чрезвычайно законспирированная ячейка революционеров, которых мы типа не заметили за все это время, и это очень опасно, революция прямо идет. Либо, значит, это никакие не революционеры, а что-то странное. Короче, надо продолжать наблюдение, и пока что ничего не понятно. Через некоторое время агенты полиции выявили, что квартиру посещает Николай Бердяев. И это уже было кое-что, потому что имя Бердяева как раз было прекрасно известно полиции. Участник марксистских кружков, политически ссыльный, со скандальным характером, с административным ресурсом, между прочим, яростный публицист. Короче, на него уже такая отдельная папочка в полицейском отделении давно уже заведена. В общем, тут охранное отделение решил не мешкать, накрыть все это тайное общество. И в среду, 28 декабря 1905 года, в 11 часов вечера, в квартиру Вячеслава Иванова позвонили. Хозяин открывает дверь и видит вместо поэтов или художников видит отряд полиции. В 30 человек впереди пристав с орденом Геория в петлице. Поднимается шум, и пристав кричит «Никто не сдвигается с места!» Мгновенно в каждой двери вырастает по два полицейских, вооруженные ружьями, со штыками примкнутыми. У всех присутствующих собраны документы, полицейские занимают одну из комнат и до 4 утра по очереди вызывают к себе гостей и допрашивают их. И все, конечно, жутко недовольны. Что это за произвол? Выпустите нас! По какому праву? Вообще, что вы тут творите? Ну, кстати говоря, помимо вот этих возмущений поначалу, приход полиции, видимо, не сильно нарушил течение обычной среды у Иванова, потому что, в конце концов, все так же сидели за столом, пили чай из самовара и обсуждали там, чем Ницше предвосхитил Блаватскую, не знаю, что-нибудь в этом роде. И допросы, кстати, эти сохранились. Они же в письменном виде были. И по ним можно, кстати, тоже понять, как вообще происходил обычный вечер у Иванова. И вот я цитирую один из этих допросов. Сидя за чайным столом, беседовали мирно. По правую руку от меня сидел двоюрный брат государственного контролера, по левую чиновник особых поручений при министре двора. За мною Павел Елисеевич Щеголев рассказывал какой-то невиннейший анекдот из последних лет жизни императора Павла. Напротив меня декадентская поэтесса Гиппиус разговаривала с похожим на древнего колдуна, автором тоже довольно миленьких сказочек Федором Сологубом. Не то о чудесах Антихриста, не то о мистической анархии. О Фейербахе и Штирнере или Аримане или Армузде толковал философ Бердяев с утонченным эстетом социал-демократии Габриловичем из газеты «Новая жизнь». Был час двенадцатый. Мы уже собирались перейти к общей беседе об отношении политики будущего к тригонометрии Лобачевского, как появились полицейские. В общем, вот такие вещи обсуждались тогда на вечерах. И кажется, это какие-то не те анархисты через чурш мистические, но с пустыми руками в отделение возвращаться как-то не хочется. И полицейские решили на всякий случай кого-нибудь арестовать. И арестовали внезапно маму Максимилиана Волошина. И если уж кто-то был вообще из присутствующих совершенно ни при чем, так это Елена Волошина. Потому что она вообще жила в Париже в основном. В Петербург приехала в гости просто сыночка повидать. Почему арестовали именно ее? Ну, потому что она выглядела подозрительнее всех. Во-первых, она стрижена коротко. А во-вторых, она носит штаны. О, ужас! Штаны носит. И очевидно, это самый радикальный мистический анархист, который только может быть. Елена Волошина так распереживалась тогда, что расплакалась даже. К сожалению, это ей не помогло. Ее забрали в участок. Но в следующий день, конечно, ее пришлось отпустить, потому что, очевидно, никаких свидетельств против нее обнаружено не было. После того, как полицейские ушли, гости тоже стали покидать башню. Тут философ и литератор Дмитрий Мережковский обнаружил, что у него пропала шапка. И все, конечно, возмутились. Мало того, что нарушили их покой, совершенно без причины всех унижали допросами и обысками, так еще и шапку украли. И, конечно, так как все присутствующие были либо литераторами, либо публицистами, либо журналистами, либо имели знакомых в газетах, на следующий день во множестве газет и журналов появились заметки о беспределе петербургской полиции. И, конечно, упоминалось, что приставы прихватили после допроса шапку Мережковского. Сам Дмитрий Сергеевич написал прямо открытое письмо к министру внутренних дел и опубликовал его в газете. И письмо было озаглавлено. Где моя шапка? Полиции в итоге пришлось извиниться за беспокойство и за шапку. Но, правда, через некоторое время обнаружилось, что шапка упала за сундук, закатилась. Вот ее обнаружили и как-то неудобненько вышло. Мережковский, конечно, извинился перед полицией, но это извинение, конечно, затерялось в потоке гневных публикаций. В общем, ложечки носились, а осадочек остался. И так, у нас в этом эпизоде в одном уже был и секс, и революция, как насчет наркотиков. Сведения об этом довольно скудны. Во-первых, как рассказывают, алкоголя на этих вечерах не было, всем хвачало чая и стихов. Насчет наркотиков доподлинно неизвестно, но вообще у доброго количества постоянных посетителей башни были как минимум стихи или произведения с участием Гашиша, Опия, Эфира и так далее. У Брюсова, у Булгакова, у Гумилёва, у Хлебникова, брат Сергея Городецкого, помните того, который в самый ответственный момент уснул, вообще умер от передозировки. Так что, думаю, что некоторые воскурения имели место. Единственное свидетельство, которое мне удалось обнаружить, вот какое. Немецкий поэт Иоганн Гюнтер, про которого я уже говорил, он прожил у Ивановых несколько месяцев, он рассказывал, как он понравился одной барышне. На самом деле, он нескольким барышням даже понравился, но вот одна решила его как бы привлечь на свою сторону. Цитирую из воспоминаний Гюнтера, одна из них даже хотела соблазнить меня гашишом. Она подарила мне малахитовую шкатулочку, наполненную коричневатыми, словно медовыми, пилюлями. Короче, что-то там такое, возможно, происходило, врать не хочется, но, значит, надежда теплится. Кроме этого, упоминания добавить ничего не могу. В общем, сорян, слушайте эпизод страха от вращения в Российской империи. А еще, кстати, в башне было множество художников, и в основном это была тусовка Дягилева и Бенуа, то есть мир искусники. Как-нибудь я про них обязательно расскажу отдельно, да, да, обещаю. Конечно, к 1905 году это движение мир искусников уже распалось, все важные художники уже стали самостоятельными величинами, Дягилев уже начал присматриваться к музыке, а не к живописи, но в том же самом доме осенью 1906 года открылась художественная школа Бакста и Добужинского. Тазу самого Бакста, который позже стал главным художником-оформителем у Дягилева. Естественным образом художники этой школы вечером поднимались на башню, это и сам Бакст, и Сомов, и, кстати говоря, Сомов пару месяцев 1906 года был любовником Кузмина, который как раз тогда башню посещал. А гости башни, с другой стороны, становились учениками художественной школы, например, тот же Сергей Городецкий. И под влиянием идеи Иванова Бакст, например, написал свою картину «Древний ужас», которая в некотором роде этапная для него считается. Короче, башня — это был прямо плавильный цех. Это центр концентрации творчества и творческих людей России, даже зарубежья. Это место, вокруг которого вращалась вселенная культуры. Ну, как минимум, одна из вселенных. И, конечно, как у всяких подобных мест, у башни был свой конец. В 1907 году Лидия Зиновьева-Аннибал заболела скарлатиной. И болезнь прогрессировала, Лидия довольно быстро умерла. Иванов потерял свою жену, свою подругу, свою музу. И он очень сильно горевал, до конца жизни не расставался с ее портретом, посвящал ей стихи до конца жизни. Среды прекратились, почти на полгода, но потом начались вновь. Хотя, говорят, прежнего огня в них уже не было. Однако башня продолжает быть легендарнейшим местом. Старички, значит, помнившие Лидию в ее хитонах, могли вспоминать, да-да, я был в тот самый день, когда Блок впервые читал свою незнакомку. И это сразу, знаете, такой ореол богемности вокруг них создает. В общем, желающих попасть на башню всегда хватало. Дети Иванова были малы, сам Вячеслав Иванов к практической жизни был не совсем приспособлен. Вскоре рядом с ним появилась некая Анна Минцлова. Такая полная сорокалетняя дама, оккультистка, поклонница Штайнера и Бловацкой. Кузьмину, который продолжает жить у Иванова, она давала уроки ясновидения. Среду Иванова начали крениться понемножку в сторону мистики. Минцлова бывала по ночам, на средах читала вслух свои переводы Штайнера и кое-кто при этом даже стоял на коленях. До самой середины 1908 года Иванов продолжал непрерывно общаться с Лидией, то есть со своей умершей уже женой. И поначалу он видит ее образы, а потом все-таки начал чаще ее слышать, а не видеть. И он аккуратно записывал встречи. Зафиксировано более ста таких видений. И еще у него в черновиках есть много дополнительных этих видений. И в первый раз Лидия появилась перед Ивановым в Рождество 1907 года. При этом присутствовал конечно Минслава. Однако Минславой похоже не удалось завладеть сердцем Иванова и он нашел неожиданное утешение. В башню незадолго до смерти матери въехала ее дочь от первого брака Вера Шварсалон. Она такая нежная молодая двадцатилетняя грациозная блондиночка и сначала она влюбилась в Кузмина но тот по понятным причинам ей не мог ответить взаимностью затем когда умерла ее мать она начала брать в свои руки заботу о семье о маленьких детях о самом Вячеславе Иванове ну и как-то так вышло само что забота об отчиме переросла в нечто большее и Иванов вроде сначала не был готов к такому повороту но в Вере же течет кровь его музы и вот однажды Лидия приснилась своему живому мужу и благословила новый союз такие дела и кажется даже для артистического Петербурга это было немножко чересчур и Михаил Кузмин был в то время не в самом лучшем своем периоде он растрезвонил по всем знакомым о том что Иванов теперь живет с собственной падчерицей и старший брат Веры Сергей вызвал его за это на дуэль но слова Кузмина оказались правдивы и вскоре после этого в 1912 году Иванов с Верой покинули Россию и на этом история башни закончилась они переселись во Францию 17 июля 1912 года у Вячеслава и Веры родился сын Дмитрий и незадолго до его рождения Вячеслав Иванов и Вера Шварцалон были обвенчаны тем же священником и в той же самой церкви в Ливорно что из Зиновьевой Анибал когда-то давно еще в прошлом веке О, сад, сад где железо подобно отцу напоминающему братьям что они братья и останавливающему кровополитную схватку где немцы ходят пить пиво а красотки продавать тело где орлы сидят подобной вечности означенной сегодняшним еще лещенным вечера днем где верблюд чей высокий горб лишен всадника знает разгадку буддизма и затаил ужимку Китая где олень лишь испуг цветущий широким камнем где наряды людей баскующие где люди ходят насупившись и сумные а немцы цветут здоровьем где черный взор лебедя который весь подобен зиме а черно-желтый клюв осенней рощицы немного осторожен и недоверчив для него самого где синий красивейшина роняет долу хвост подобный видимый из павдинского камня сибири когда по золоту пала и зелени леса брошена синяя сеть от облаков и все это разнообразно оттенено от неровностей почвы где слоны забыли свои трубные крики и издают крик точно жалуются на расстройство может быть видя нас слишком ничтожными они начинают находить признакам хорошего вкуса издавать ничтожные звуки не знаю о серые морщинистые горы покрытые лишаями и травами в ущельях где в зверях погибают какие-то прекрасные возможности как вписанное в часа слов слово о полку Игореве во время пожара Москвы Это был подкаст Закат Империи и с вами Аксенов Андрей Я рассказываю о людях повлиявших на нашу страну о событиях которые не так просты как кажутся о том чего нет в учебниках истории Лайк репост подписывайтесь на мой канал До новых встреч в новых выпусках подкаста Субтитры подогнал «Симон»